В Приморье стартовали дни Яньбань Корейского автономного округа провинции Дзилинь КНР. Они включают целый цикл событий, в том числе презентацию торгово-экономического и туристического сотрудничества, деловые мероприятия, переговоры бизнес-сообщества, ярмарку фирменной продукции и совместный концерт творческих коллективов. Для нас Китай на побежание многих лет является основным актоном, на долю которого приходится большая часть внешнего торгового оборота. В прошлом 2023 году показатель достиг 8,6 млрд долларов США. Безусловно, наиболее активно мы развиваем связи с педагогическими территориями и провинции Дзилинь и входящий в ее состав Яньбань Корейский автономный округ, наши ближайшие соседи. Нас связывает общая граница и тесные взаимоотношения, прежде всего, в области экономики и торговли. Показатели торгово-экономического сотрудничества между регионами только растут. В прошлом году грузооборот автомобильного пункта пропуска Краскино-Хунчунь увеличился в сравнении с предыдущим на 43%. Также, по словам Николая Стецко, большое значение для развития сотрудничества играют туристические и гуманитарные связи. Сегодня Владивосток и Лькао связывают не только автомобильные маршруты, но и прямое авиасообщение до столицы Яньбань Корейского округа, столицы Индзи. Важным событием для развития взаимного туризма также стал перевод работы пункта пропуска Краскино-Хунчунь на семидневный режим работы на служебском направлении. Во время своего доклада зампред уделил внимание совместной работе в сфере культуры и образования. Хочу отметить, что культурные связи это снова дружба между нашими странами. Учитывая, что этот пункт в этом и в будущие годы объявлены конструктивными данными культуры России и Китая, мы будем уделять особое внимание сотрудничеству в данной области и обменам площадок карантина. Напомним, ранее первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина провела рабочую встречу с секретарем горкома Коммунистической партии Китая Яньбань Корейского автономного округа Ху Дзяфу. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.